Друзья, всем привет! Ну что, мы с вами возвращаемся сегодня к теме вайп-код дизайна или вайп-дизайна И мы с вами уже несколько раз касались этой тематики Мы с вами уже обсуждали, каким образом можно создавать интерфейсы с помощью нейронок Каким способом создавать лендинг-страницы И в прошлые разы мы выяснили, что просто писать промт в ваш курсор — это плохой вариант Потому что версии дизайна, которые получаются, мега-базовые, квадратные И совершенно далеки от того, что нам нужно Но к чему мы с вами пришли — это к тому, что перед созданием дизайна необходимо создавать контекст для вашей нейронки Это могут быть какие-то референсы, например, описание дизайн-системы, сайта, который вам нравится Или это могут быть скриншоты сайта или интерфейса, которые вам нравятся Это тоже очень хороший вариант, но требует автоматизации Сегодня мы, кстати, этим позанимаемся Когда мы используем такой подход, то первый дизайн получается неплохим После этого нам необходимо будет поэтерировать его, возможно, даже с минимальной ручной работой Но которая точно не будет затрагивать код И когда мы добьемся с вами хорошего варианта, мы с вами опишем стиль Для того, чтобы создавать остальные страницы на основе нашей целевой Ну что такое интересно? Лайк, подписка, комментарий и смотрим до самого конца Для того, чтобы сегодняшнее видео у нас получилось Нам необходимо с вами будет установить себе один MCP-сервер Он называется Playwright MCP-сервер Это мега-крутая штука, которая разработана Microsoft И если объяснять простым языком, то, по сути, это некоторый браузер С которым может коммуницировать ваша нейронка С помощью которой она может открывать необходимые страницы Делать скриншоты, выяснять, что на этой странице пошло не так или что так Менять разрешение этих страниц и масса-масса других дел Которые нам очень пригодятся, как людям, которые хотят создать свой первый дизайн Устанавливается MCP-сервер просто Здесь есть конфиг, который мы просто с вами забираем Для того, чтобы у нас все с вами получилось, нам надо будет с вами настроить правильно проект в курсоре Мы уже настраивали несколько раз в предыдущих видео наш курсор В общем и целом вам потребуется вбить сюда, в окно чата, просьбу настроить вам новый Next.js проект Мы даже не будем с вами глубоко погружаться в то, что это такое Но в общем и целом вы получите вот такую себе структуру После этого вам нужно будет пойти в файл, настройки, настройки курсора Открыть вкладку Tools.nmcp Здесь нажать «Добавить новый MCP-сервер» И вставить вот сюда ваш Playwright MCP-сервер, который вам понадобится, чтобы делать ваш дизайн Дальше давайте выберем с вами какой-то дизайн, какую-то лендинг-страницу, которая нам подходит Ну, раз мы уже работаем в курсоре, давайте выберем прямо страницу курсора Мне нравится на самом деле минималистичный стиль Здесь очень прикольные пастельные цвета и очень простая, но действенная структура Прямо по которой можно полистать и увидеть, что здесь все очень крепенько, в порядке Давайте попробуем создать с вами страницу, которая будет очень похожа на эту С помощью нашей конфигурации и MCP-сервера Забираем URL курсор.com, возвращаемся в наш курсор И вставляем сюда этот URL Теперь нам нужно будет попросить нейронку запустить наш MCP-сервер Playwright Сходить по этому URL и сделать базовый скриншот для того, чтобы начать на основе этого скриншота разрабатывать лендинг Но мы с вами пойдем сразу дальше и напишем команду Команда очень большая, но я вам хочу объяснить в чем ее прикол Мы просим сделать первоначальный скриншот с сайта, который мы предоставим После этого по скриншоту мы просим создать страницу Вот так как нейронка сможет, так и создаст Мы с вами по опыту знаем, что создаст она не очень Поэтому нам нужно будет с вами прописать остаток команды После того, как первая версия страницы сделана Сделай скриншот и этой страницы с помощью того же самого MCP-сервера И внеси правки в нашу страницу Для того, чтобы добиться полного сходства с оригинальной страницей URL, которую мы предоставили И мы просим итерировать нейронку до тех пор, пока визуальных различий не останется Это будет работать как магия, давайте пробовать Что нам нужно сделать? Давайте просто скажем, что веб-сайт такой-то И дальше делаем слэш и выбираем нашу команду В этом вся сущность команд Мы можем очень просто добавлять их в наш чат И нейронка будет следовать этой команде, выполняя наш запрос Ну что, нажимаем Enter и смотрим, каким образом происходит весь процесс Нажали Мы видим, что нейронка просит запустить браузер и открыть курсор.ком Разрешаем Это прямо происходит в прямом эфире Смотрите, какая магия Открывается браузер и нейронка пытается сделать теперь снэпшот этого браузера Разрешаем Скриншотим Скриншотим и видим, как у нас появился наш скриншот Открываем Проверяем скриншот Видим, что это как раз тот самый лендинг, который мы хотим повторить у себя Нейронка отсматривает этот скриншот и формирует себе тудулист, по которому она теперь будет создавать наш дизайн Этот тудулист основан на том, что мы предоставили нейронки в нашей команде И видим, как пошло создание страницы Ну что, самая обворожительная часть Ждем Пока мы ждем, я, конечно, напомню, что все ресурсы, которые мы используем Ссылки, которые мы посещаем Плейрайт, серверы и остальные ресурсы Я всегда прикрепляю в своей бесплатной телеграм-группе Заходите туда и забирайте, чтобы вы могли поэкспериментировать А если вам понадобится исходный код Вместе с этими подробными командами И финальными страницами, которые у нас получатся То обязательно залетайте в нашу про-группу Там вообще очень горячо Мы изучаем искусственный интеллект, автоматизации Погружаемся очень глубоко Там есть мастер-класс по N8N, например И там всегда можно глубоко погрузиться в тематику Но тем временем мы видим, как наша первая витерация страницы готова И нейронка просит открыть браузер Для того, чтобы сделать скриншот И сравнить его с оригинальным скриншотом целевой страницы Разрешаем Видим, как открывается наша Отлично Так, открылась Ничего себе, он даже сниппеты кода сюда вставил Это, конечно, круто Видим, что стиль, конечно же, пока отличается Поэтому нейронка делает скриншот И сейчас должна сравнить оригинальный скриншот с этим скриншотом И внести какие-то правки, которые приведут к сходству нашу страницу и оригинальный сайт Опять же, запускаем наш курсор Видим, как нейронка вносит правки в страницу на основе сравнения двух скриншотов И создает нам новую версию страницы Пока готовится вторая версия страницы Давайте сравним оригинальную страницу С нашей построенной страницей Что мне нравится? Мне нравится, что здесь совершенно не случайные компоненты То есть хорошо выглядящий хедер Но структура не похожа Но похожа цветовая палитра Здесь динамический компонент для сниппетов кода Вот дальше уже плоховато все выглядит Явно здесь можно будет постараться Ну что, ждем следующую итерацию Видим, что сейчас нейронка как раз делает скриншоты Для того, чтобы еще раз сравнить Да, весь этот процесс может занимать довольно длительное время Но его кайф в том, что он происходит абсолютно на автомате Мы с вами написали всего лишь одну команду И эта команда исполняется И нейронка следует этому чек-листу И итеративно сравнивает скриншоты каждой версии Обратите внимание, как MCP сервер прикольно отрабатывает Я его попросил найти именно место, где содержится changelog секция Для того, чтобы сфокусировать свою работу именно на этой секции PlayRide позволяет такое делать И запускаем браузер И вот начинается обновление секции в соответствии с оригиналом Но опять придется подождать Так, ну следующая итерация завершилась Идем смотреть Меня интересовала секция The new way to build software Да, посмотрите Он, в принципе, довольно хорошо ее смог повторить Выдержал цветовой стиль В принципе, она уже стала выглядеть намного лучше Посмотрим changelog А вот changelog не очень у него прошел Changeelog в оригинале, конечно, посимпатичней Но мы теперь знаем, каким образом это делается Вместо того, чтобы скриншотить секции Мы просто общаемся с нашей нейронкой и говорим про конкретные блоки И описываем по чуть-чуть, что нужно поправить там или там Ну и как видите, за пару итераций мы получаем вполне себе приемлемые и крепкие результаты Допустим, нас уже устраивает этот результат И мы хотим понять, каким образом можно создавать оставшиеся страницы для нашего лендинга Причем эти страницы могут соответствовать именно нашим бизнес-задачам И референсов на них уже нет в оригинальном URL Чтобы сделать это, нам нужно вернуться в курсор Я здесь рекомендую новый чат открыть И написать еще одну команду Опять же, нам нужно понять ее суть Давайте ненадолго вернемся к нашей схеме Мы только что пришли на позицию дизайн Мы только что с вами создали страницу, которая нас полностью устраивает в визуальном плане И мы хотим создавать оставшиеся страницы на основе этой Это значит, что нам потребуется сейчас описать некоторый стиль С помощью которого мы будем создавать оставшиеся страницы Как его описать? Обычно хорошо работает подход, когда мы описываем секции, цветовые палитры, типографику, стили компонентов И прочее-прочее, что вы считаете нужным И что нейронка в последующем должна использовать при создании других страниц И очень важно, мы с вами создадим отдельный файл с этим стилем Для того, чтобы нейронка в каждом следующем своем промпте могла его использовать как референд Давайте пробовать Я запускаю команду номер 2 Потому что тут описано все, что нужно сделать нейронке Погнали! Смотрим, как нейронка создает наш style guide Ну что видим, как наша нейронка завершает задачу и пишет все, что ей удалось сделать И вот мы видим новый файл, который называется style guide Я хочу сказать, что это довольно массивный файл Но обратите внимание, давайте закроем чат Здесь описаны все характеристики, которые нужно использовать Light mode, dark mode, бэкграунды, акценты, вся типографика, конкретные примеры применения И масса-масса других нюансов, которые потребуются нейронке, чтобы создавать новые страницы идентично Ну и что, давайте попробуем мега простой промпт Используй строго стили нашего style guide И создай новую страницу прайсинга Давайте смотреть, что у нас получится Ну что, идемте смотреть Открываем нашу оригинальную страницу И идем на страницу pricing Так, ну я вижу, да, что все сохранено Стили сохранены, очень похоже Здесь ошибочка, да, должны быть аккордеоны Но в принципе стиль похож Единственное, здесь хедеры и футеры не приехали Возвращаемся в курсор и пишем Добавь туда хедер, футер, как на page1 И вот он добавляет хедеры и футер с page1 на страницу прайсинга Так, ну вот он завершает свою работу Идем смотреть на хедеры и футеры Так, хедеры появились Я даже вижу, что он общий стиль преобразил Смотрите, карточки стали соответствовать Вот здесь небольшой косяк Ну смотрите, вот наш футер И вообще, надо сказать, страница выглядит довольно крепко Давайте вернемся еще раз на предыдущую страницу Ну преемственность прямо классно сохранена И видно, что мы уже недалеки от того, чтобы поитерировать и завершить наш сайт Ну что, я еще раз хочу подвести summary, что произошло Мы с вами написали буквально две команды Дали всего лишь один раз целевой URL Построили нашу первую страницу на базе стиля и вайба оригинального URL После этого с помощью второй команды мы создали некоторый стиль или стайл гайд С помощью которого теперь наша нейронка может продолжать создавать подобные страницы Но уже которые соответствуют нашим бизнес-задачам и нашему контенту Ну что, это следующий крутой способ делать вайб дизайн или вайб код дизайн Поэтому обязательно пробуйте Все источники, которые мы использовали в бесплатной Telegram группе А если вам нужен прямо вот этот весь код Включая команды и созданные страницы То это в Pro группе обязательно туда тоже заскакивайте На этом все, хорошего дня Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!